Добрый день, меня зовут Искандер Махмудов из Союза Работодателей. Я в этой видеоинструкции расскажу, как за 5 минут зарегистрироваться на портале в системе прогноза кадров Республики Башкортостан и ввести данные именно вашего предприятия. Для этого необходимо найти сам портал, он ищется легко, система прогноза кадров Башкортостан. Первая же ссылка приведет вас на необходимый портал по адресу персонал.башкортостан.ру В правом верхнем углу есть ссылка на регистрацию, придумайте пожалуйста логин, пароль, единственное требование, не меньше 6 символов и почта, которая именно ваша, есть доступ. Введу свою рабочую почту. Вы сразу же попадаете в систему, где можете уже начать вводить данные о ваших сотрудниках и о вашем предприятии. Сперва название предприятия, вид деятельности заполняется не по кодам АКВЭД, например основной вид деятельности, а по укрупненной группировке, например добычи полезных ископаемых или обрабатывающих производств. То есть буквально набираем обрабатывающие производства и этого достаточно. Тут вводите свои данные и вашу же почту можете повторить. И в следующем разделе непосредственно вводите данные по вашему штатному расписанию. Система автоматически подсказывает вам подходящие должности из общероссийского классификатора рабочих профессий и должностей, а также тарифных ставок. Соответственно если мы введем генеральный директор, он покажет все варианты, например генеральный директор акционерного общества. Автоматически заполнится вторая графа, это общероссийский классификатор занятий. Здесь необходимо только указать требования подготовки, например он должен быть экономистом с высшим профессиональным образованием. Сейчас у вас на предприятии работает один гендиректор, он получает зарплату скажем 100 тысяч рублей в месяц и через 2 года и через 5 лет у вас все еще будет один гендиректор. У каждого гендиректора есть водитель и также система автоматически заполняет следующую строчку. У него требований к направлению нету, можно написать что без профессионального образования. Один водитель, который получает зарплату 40 тысяч рублей. Также например добавим секретаря. Все варианты секретарей здесь присутствуют. Нам необходим просто секретарь руководителя. Требования подготовки дела производства. Дело производителя. Среднеспециальное образование. Два секретаря и каждый из них получает зарплату 30 тысяч рублей. И также через 2 и через 5 лет у нас будет два секретаря. После того как вы заполните все профессии, вы можете к этому вернуться, так как у вас есть уже логин и пароль. Необходимо заполнить по возрастам структуру. У нас пока что 4 человека. Один человек молодой, другой постарше. Водитель например 35-39 лет, руководитель старше 50 лет. 4 человека. В остальных графах, где у вас нет сотрудников, например нет младше 20 лет, необходимо обязательно указать 0. И также состав по половому признаку мужчина-женщина. У нас поровну двое мужчин, двое женщин. И очень важный раздел это планы, прогнозы ваши на новые рабочие места. Именно на новые. Мы говорим, что например нам потребуется 10 человек, характеристы. Со среднепрофессиональным образованием. С доходом 70 тысяч рублей. Потребуется один с высшим профессиональным образованием, например тиктокер. Зарплата у него будет чуть меньше. И например один пресс-секретарь. Зарплата 40 тысяч рублей. После того, как вы заполните и текущие должности, и сотрудники текущие по возрасту, по полу, а также очень важный раздел, еще раз подчеркиваю, по прогнозу, необходимо нажать утвердить анкету. Поверяется сообщение. Ваша работа на этом портале закончена. Вы свободны. Спасибо за внимание.